Здравствуйте, друзья! С вами Евгения Бессараб. Этот выпуск нашего подкаста выходит не в понедельник, как обычно. Зато в День Учителя, что, наверное, логично, мы с моей собеседницей, председателем профсоюза работников образования города Череповца Натальей Кукушкиной, перенесли свой разговор на среду, на 5 октября намеренно, чтобы присоединиться к словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и поздравить наших, я цитирую главу региона, талантливых, блистательных педагогов с профессиональным праздником. О свой разговор мы решили посвятить сегодня обсуждению новых законодательных новаций депутатов Госдумы, которые в сентябре стремительно, сразу в трех чтениях, приняли поправки в закон об образовании. Эти поправки вводят обязательные школьные программы по целому ряду предметов, которые государство считает приоритетными. Принятие нового образовательного стандарта, который чиновники уже назвали «золотым», похоже, окончательно вытесняет вариативность образования до недавнего времени основополагающий принцип развития современной системы образования в России. Хорошо это или плохо? Здравствуйте, Наталья Валентиновна. Добрый день, Евгения Николаевна. В продолжении темы, которую мы обсуждали в прошлый понедельник, о переподчинении школ с муниципального уровня на региональный, хочется обсудить еще один очень важный вопрос. Не так давно, буквально в сентябре, Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральные законы об образовании в Российской Федерации и об обязательных требованиях в Российской Федерации в части введения в федеральных основных общеобразовательных программ. С 2023 учебного года заработает новый закон с 1 сентября до 2023 года этот закон заработает и, видимо, все учебные процессы будут ориентироваться на единый стандарт качества школьного образования как программ, так и учебников. Касается это в первую очередь, я так понимаю, гуманитарных дисциплин. Это история, общество ведения, литература, русский язык. Ну и, возможно, еще к 2023 году будут подготовлены еще какие-то, скажем, дисциплины. Я поясню, да, сейчас, потому что не все знают, но немножко, да, такой маленький экскурс мы сделаем, да. Да-да-да, я слушаю, да. А, слушайте, да. Ну, вообще, это, как бы, ситуация очень интересная. Я, например, не помню, чтобы какой-то документ, вот значимый такой, принимался так быстро. Вот первое вынесение это было 8 сентября, 14 сентября, сразу второе, третье чтение, а 24 сентября уже подписан указ президента. Как вы считаете, чем это вызвано? А это все та же история, это, знаете, вот такая тема скреп. Да-да-да, очень популярная сегодня. Подзора контроля, хотя еще раз говорю, повторю, страхи надуманные, и не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно тогда, когда ее там нет. Это такой очень интересный документ, имеющий название ФООП, это федеральные основные общевразовательные программы, и они затронут ряд предметов, вот вы правильно перечислили, русский язык, литература, общество знания, география, история и ОБЖ. То было понятно нашим слушателям, вот до сегодняшнего времени у нас программы разрабатывали школы самостоятельно, ориентируясь на рекомендованные примерные программы. То есть самодеятельности, опять же, не было, были некие программы. И есть федеральный образовательный стандарт, государственный, ВГОЗ, то, что мы называем. У педагогов это вызывало недовольство, потому что, ну, это дополнительная работа, эти программы составлять и писать. Писать и переписывать, писать и переписывать, да? Писать и переписывать, вот, и особенно у предметников там, у них большой объем, если вот русский язык, литература, у тебя несколько параллелей, то это ведь русский язык, литература, и в каждый класс. Это все, конечно, вызывало недовольство. Но, и, кстати, педагогическое это сообщество, вот, в отношении этих ФОПов, оно разделилось на две не совсем равные части. То есть 60% где-то, вот, по последним данным, поддерживают введение вот этих единых программ, а 40% против. Ну, считается, что эти программы должны освободить учителей как раз от этих переписываний. Да, они думают, что они их освободят. Но на самом деле нужно посмотреть. Во-первых, что вызывает вот некое удивление просто. Во-первых, это скорость. Смотрите, заявлено, что Министерство просвещения эти программы должно сделать к первому января 23-го года. К первому января. У нас сейчас полно, сентябрь. Октябрь, наверное, декабрь. Три месяца. Я не знаю, как это возможно. Может быть, работа уже велась. Мы можем предположить, что работа уже велась, там какие-то болванки, наработки есть. Есть ли их? Нет. Ну, наверное, там работают волшебники. Тут вопросы возникают у педагогов. Потом у нас же не просто так. Образование – это все-таки сфера особая. И проводится всегда апробация. То есть сделали, посмотрели, может, что-то пропустили. Но тут спешить-то нельзя. Ну да. Как это все будет, вообще совершенно непонятно. Теперь, смотрите, непонятны цели. Опять мы говорим о какой-то некой унификации, стандартизации. То есть фактически лишение выбора. По-моему, там даже лишение выбора по какому учебнику учиться. Да, да, да. То есть учебники тоже будут едины. Это полностью решение выбора. И вот у меня, например, возникает вопрос. А мы этим с чего хотим добиться? Ну, с одной стороны, хорошо. Облегчить роль, в смысле, облегчить задачи, работу педагога, я согласна. Ну, кроме этого, еще, как утверждается, облегчить детям сдачу экзаменов, в том числе единого государственного экзамена, потому что там будут только те вопросы, которые вот в этих учебниках, видимо, будут изучаться. А ничего, как бы, никакой импровизации не будет, видимо, только так. Что в учебнике, то и в вопросе. Вы знаете, сейчас дело в том, что, опять же, я говорю, не сами по себе импровизировали. У нас есть федеральный государственный образовательный стандарт. Это первое. Второе. Мы не видели еще учебник, и программ не видели, которые сейчас за три месяца должны сделать. Дело в том, что выбор должен быть всегда у педагога. Я вам скажу больше. Можно поговорить с опытными педагогами, мне всегда скажут. Мы же живем давно в постоянных переменах. У нас года нет, чтобы какая-нибудь реформа не проводилась. Учебники меняются постоянно. Это вообще золотая жила. Представьте, кто-то получает за это деньги все время. И опытные педагоги, например, в начальных классах, когда там одна программа есть, другая программа есть, они брали, вот беру математику из этой программы, потому что это хорошо, я знаю хорошо. Чтение возьму вот из этой, потому что это замечательно. То есть была вариативность. Сейчас, я еще раз говорю, мы не знаем, какого качества будет программа, что это будет за учебник, но по сути получается, что тот же учитель, он будет лишен выбора какого-либо. Но мы же уже это проходили. Мы же ходили в школу, в советскую, и у нас всегда была одна литература, я имею в виду учебник. Один русский язык, на всех, на всех и везде, он только один был, одного как бы вида и одного содержания. Но и то же самое. То есть мы разных учебников ведь никогда не видели, Наталья Валентиновна. Нет, так мы их не видели, но у нас и трактовки были одинаковые. Да, да. Все было за идеологией. То есть у меня такое впечатление, что мы опять возвращаемся к какому-то хорошо выученному уроку в свое время и хотим этот урок, ну скажем, снова как бы провести, я так думаю, да? Или как? Ну вы знаете, что, наверное, да, это очень похоже, но я еще вот начала с этого, мне хочется понять, а что мы вообще хотим-то сделать в результате? Да, цель-то какая. И давайте все-таки не забывать время сейчас другое. Мы кого бы хотим? Послушного, несамостоятельного, да, зарегламентированного человека выпустить или умного, волевого и думающего? Нет, ни в коем случае. Зачем? Ну, вот, поэтому если нам не нужен умный, волевой и думающий, тогда, понимаете, в чем дело, это тупиковый путь. Но это мое личное мнение. Да, это конечно. Потому что знание, оно требует свободы, в том числе и мысли. Я еще раз говорю, не нужно бояться. У нас врагов отечества в школах нет. А вот это все, понимаете, на каком-то таком, ну, нечестно это все. Ну, это я так мягко говорю. Понимаете, в чем дело? И вот эта вся регламентация, это опять желание управлять всем. Опять какое-то недоверие в школе, к педагогу. По поводу того, что облегчить, ну, давайте посмотрим. Хорошо, сейчас за три месяца сделают эти программы. Дальше велено до первого сентября их уже как бы внедрять. Причем, по-моему, не как с ЕГЭ, да? То есть не будет каких-то пилотных вариантов, пилотных школ, сразу все будет. Не заявлено, не заявлено, даже апробации нет. Понимаете, в чем дело? Не будет переходного периода никакого, да? То есть ничего не будет такого похожего. Нет, конечно. И потом, смотрите, какая нагрузка пойдет на учителя, который должен это все освоить, на того же заместителя-руководителя, например, по учебной воспитательной работе, когда это все нужно переделать. Это к вопросу, который у нас любят говорить, мы вам облегчим жизнь. Я не хочу кликушу сплавать, но давайте посмотрим, что это будет. Поэтому здесь вопросов у меня лично больше, чем ответов на них. Я вам хочу сказать, что когда педагогу связывают руки, когда его лишают индивидуальности, это всегда верный путь к выгоранию. Ну да. Да, и педагоги будут уходить, потому что они ужасно устали. Они не только ведь из-за зарплаты уходят, они уходят из-за постоянных состояния ненавидимых живых, и не всегда хороших, которые с радостью можно принять. Есть масса людей, которые поддерживают вот это все, не в плане облегчения даже работы, а то, что как они надеются, вот это будет готово, берем работу, не надо ничего делать, зарабатывать, тогда и мы сэкономим наше время. Да-да-да. Они считают, что учитель от этого выклеет, потому что у него освободится время на самосовершенствование и так далее. Но еще раз говорю, я вот в этом пока сомневаюсь. Потом, смотрите, учебников еще нет. Ничего нет. Все скорость, образование это не та отрасль, где можно так торопиться. Да, и торопиться-то вообще нигде не надо. Знаете, у нас есть пословица, поспешишь людей насмешишь. Ну да. Вот. И поэтому, я не знаю, может быть, мы что-то не знаем. Возможно, может быть, работа велась. Давно у них все готово. И еще, вы знаете, может все, если это будет все некачественно, то опять все сведется с профанацией. Полной. То есть, люди будут в уголах писать одно, делать они будут другое. Ну вот это самое страшное. Вот это самое страшное, что может быть. На бумаге это все останется, и не будет фактически оно реализовано. Поэтому ситуация, она такая непонятная во многом для меня. И вот на ум только приходит. Знаете, посмешишь насмешишь, и благими намерениями дорога с нами, знаете, куда вы. Ну это да. И самое главное, знаете, что мне, чего вот мне, например, не очень хотелось бы, это то, что вся эта вот, скажем так, вот все эти изменения сведутся к идеологии. Понимаете? Потому что мне кажется, что все-таки основное это научить ребенка. Научить ребенка учиться, научить ребенка дать ему какие-то знания, чтобы он просто вырос гармоничным, полноценно развитым человеком. А вот если будут форсировать именно эту идеологическую составляющую, то еще непонятно, что вообще из этого всего может получиться. Вот примеры-то ведь они есть. негативные. И понимаете, ну действительно, вы правы, и предметы-то выбранные, где вот это можно очень хорошо сделать, потому что, ну мне кажется, хорошо там русский язык. Минуточку, в русском языке в учебнике много текста. Ну это да. В свое время Крупская же написала азбуку «Мы не рабы, рабы не мы». Правильно? Это же было, это же в общем, по большому счету, именно то, о чем мы с вами и говорим, то есть было заложено в учебник сразу же для маленького человека идеология, да, она была. Да, и вы понимаете, в чем дело? Вот, кстати, вот, ну в тему вообще-то нашей с вами, вот тема разговора этого, вчера, например, да, вступила в действие приказ Минпросвещения, которым астрономия исключена из обязательных школьных предметов, экономика, право, Россия в мире, экология. Вот, пожалуйста. Ну да. Педагоги, конечно, очень возмущены. Конечно. А астрономия это, и так все подозревают, что Земля плоская, понимаете? А тут, я думаю, что всеобщее убеждение будет уже, то есть, как бы... А право, а право, а Россия в мире, а экология, и экономика, это все, знаете ли, очень знаково. Делайте выводы. Но зато мы вам все регламентируем. И педагоги вот откровенно пишут, что школа уже сопрогается к постоянным экспериментам, которые устраивают, кстати, люди, вот подчеркивают педагоги, не имеющих в школе никакого отношения, просто никакого. Там будут интересные времена. Мне просто не хотелось бы, чтобы у всех есть прогресс, а чтобы у нас регресса не было. Вы знаете, Наталья Валентиновна, ну, вот я уже, ну, как бы, и вы тоже, да, давно работаем, давно, в общем, много чего уже повидали и знаем, но меня все равно не оставляет чувство, что, ну, все будет хорошо в итоге. Понимаете? Ну, как бы, это все временные какие-то вещи, возможно, даже и не совсем правильные, но в итоге, в результате, будем надеяться, что здравый смысл победит, что все-таки, как бы, во главе, ну, то есть цель вообще у нормального общества это воспитание здорового и образованного и умного человека. Так ведь я понимаю? Конечно, конечно, из-за тьмы всегда рассвет приходит. И это будет, мне очень жалко просто времени. Ну, да. Нет ничего ценнее. Ну, да. Это ресурс, который нам никто не возвратит никогда. Да, это то, кто не вернет. Вот это очень жалко, когда можно было бы все гораздо проще сделать, быстрее и лучше. А есть какая-то возможность, например, ну, как вам сказать, ну, легальная возможность повлиять на эти процессы? Вы знаете, а у нас как бы тут вот внешне-то все соблюдается. У нас проходит обсуждение всех затканопроектов. Вот. У нас люди в них участвуют. Ну, это как башня Крылова. А башня служит это ест. Никто не, как вам сказать, даже не то, что не уважает, но приняли к сведению. Не принимает всерьез. Это не не уважает, это не принимает всерьез. Нет, не считает даже должным. Любой депутат Государственной Думы он считает, что он лучше знает профессионального педагога. У нас ведь есть только, у нас есть две такие отрасли, скажем, это медицина и образование, в которых ребенок у нас каждый просто. Вот каждый. Ну, в русском-то языке это точно, потому что, по крайней мере, разговариваем-то мы все по-русски, поэтому учителя русского языка есть масса любителей поучить. Я так понимаю, да? Так нет, я вообще в образовании все разбираюсь. Они знают, как учить, что учить, какие программы составлять, вот, и что делать. Спасибо Наталье Валентине Кукушкиной. Нам с ней, как и Вологодскому губернатору, тоже очень хочется, чтобы юные вологжане входили в самостоятельную жизнь с прочными знаниями и чувством гражданской ответственности. И в значительной степени это будет зависеть от учителей, которых я еще раз поздравляю с профессиональным праздником. На сегодня это все, о чем хотелось бы поговорить. До встречи в следующий понедельник. Надеюсь, мы до него доберемся. Слушайте наш проект, поддерживайте его своими комментариями, подписками, лайками. Известно ведь, что настоящее счастье бывает тогда, когда тебя понимают. Всего вам доброго, счастливо, с праздником!